всем здравствуйте меня зовут элли никто со мной не знаком и я очень рада приветствовать вас на курсе древа жизни очень долго шла к этому курсу все время но получала новую информацию продолжая ее получать мне все время кажется что вот и это нужно передать и об этом нужно рассказать но как говорится конца а края этому нет и надо все-таки было с чего-то начать итак для кого сегодня у нас будет водное занятие для кого этот курс этот курс будет во первых для коллекторологов то есть для новичков вам поможет систематизировать знания непосредственно связанные с таро 2 если вы уже продвинутый таролог в этом курсе возможно вы услышите ключи непосредственно к практической магии что значит практическая магия про это все расскажу но я не буду пояснять да в принципе ключи для того и даны чтобы самостоятельно взять и открыть нужную дверь всегда вся необходимая информация очень ценно очень важно она всегда лежит на поверхности и все зависит как раз таки от глаз того кто смотрит на нее до видящего и от осознанности то есть тот момент когда вы будете готовы вы увидите и ключи вы увидите и путь если вы этого не видите значит вы просто еще не готовы для кого еще может быть полезен за курс для тех людей которые любят развиваться просто информацию которые буду давать она достаточно систематизированно она поможет если вы любите философствовать если вы любите размышлять она поможет вам взглянуть на мир другими глазами задача этого курса задача этого курса во первых пояснить термины которые очень часто встречаются вторую да вообще при изучении каббалы это первый момент второй момент замотивировать вас изучать что-то что возможно вас ранее пугало из-за того что материал достаточно сложно но если вы получите необходимую базу который я хочу вам передать именно базу я не буду углубляться это не значит что информация будет поверхностная а в любом случае сильно углубляться ним не буду вы сможете взять и прочитать любую литературу непосредственно связанная связанную с каббалой даже ту информацию те книги которые я сама использую читаю перечитать их самостоятельно и включить свои какие-то процессы размышления познания мира посмотреть по-другому и вам уже станет понятно для чего еще какая еще задача скорее всего первое значит я уже озвучила это дать пояснение 2 это замотивировать и третье возможно показать вот на самом деле знаете я во всем еще смысла во всем ищу о глубину но и вот буквально сегодня вчера даже открыла для себя новый пласт в изучении второй именно тот раздел магической каббалы и на самом деле меня это так сильно вдохновил и мне захотелось возможно своим собственным состоянием вдохновите вас но это достаточно такой продвинутый уровень но не важно кто-то из вас возможно кому-то будет и полезно это в принципе задачи данного курса понимая одну систему вы сможете наложить на любую другую известную вам систему и структурировать ваши собственные знания что еще хочется сказать прежде чем мы начнем как вообще выстроен курс это курс лекции если это лекция значит соответственно я буду вам рассказывать чтобы информация заходила к вам легко и не было скучно я постараюсь приводить вам примеры очень много фрагментов я буду зачитывать из книг по причине того что чтобы вы увидели да какая информация заложена в книгах на самом деле да и вот именно ее пояснять интерпретировать с одной стороны я постараюсь что я не буду ошибаться да потому что все таки это достаточно глубокие знания и есть конечно же люди которые знают лучше меня больше меня чтобы не было ошибок с другой стороны показать вам что если вдруг вы захотите изучать чем вы столкнетесь форматы я уже сказала это будет лекции по времени уроки они не будут одинаковые все будет зависеть от того какой объем информации будет заложен в каждом уроке сегодня у нас будет водное занятие я расскажу непосредственно о кабале что это такое с чем вы столкнетесь на следующем уроке мы рассмотрим непосредственно лурианскую кабалу создание древа сферот и и его и и на древо же его схему вот и дальше мы будем идти по непосредственно по древу я буду рассказывать о каждой сферот и пути которые их соединять на которых находятся великие арканы таким образом вам уже будет понятно сами сферот и свойства качества также пути которые их соединяют для чего и что и как и для тех более продвинутых кто услышит ключи подсказки на древо жизни до смогут найти выход практическую кабалу вот магическую практическую кабалу поэтому занятия не знаю сколько будет в процессе принципе буду рассказывать было у меня даже в планах разделать отдельный курс рассказать про древо смерти непосредственно про древо клепот но я об этом подумаю возможно это в перспективах что дает нам древо клепот нам дает понимание обратной стороны древа жизни то есть если древо жизни нам показывает наши добродетели то древо смерти показывает наши про пороки наши темные стороны вопрос том что не все готовы и это возможно будет для какого-то узкого круга людей потому что может напугать на мне не стоит задача напугать вместо и задача прояснить показать структурировать не углубляясь в демонологию но без нее никуда потому что древо смерти но в принципе и основана на демонологии так говоря об источниках да я всегда за авторство поэтому не могу не уточнить источники а по крайней мере на начальных этапах потому что я постоянно читаю новые и новые книги возможно в процессе если я найду из других книг дополнительную информацию я буду озвучивать книги но обязательно значит я не говорю что вы эти книги покупали но чтобы вы понимали источники на иллюстрированный ключ к таро вы видите в зеркальном отражении поэтому зачитываю обложку вот такая автор арту эдуард уэйт иллюстрированный ключ к таро каббала израиля регарди гранатовый сад вот так она выглядит твердой обложке израиля регарди был одно время секретарем алистера кроули очень часто я буду упоминать имена я буду рассказывать кто эти люди почему потому что если вы сталкиваетесь с таро так или иначе эти имена вам будут известны но допустим несколько роли мы знаем это мы знаем то не все допустим знает кто такой мазарс не все например знает кто такой ли фас ливи и мы слышали но кто он до его заслуги в чем неизвестны я это все буду пояснять почему потому что считаю очень важным не просто знать труды того или иного автора но и понимание почему мы читаем его труды да в чем его заслуга кто он был такой дион форчин вот так вот выглядит ее книжка это мистическая каббала практическая магия кабалы в этой книжке очень подробно описаны сферот если вы действительно заинтересуетесь очень глубоко нету здесь описание путей а есть небольшое упоминание клепот до древа смерти но очень маленькая книжка каббала израиля регарди вот эта вот книжка она рассказывает очень поверхностно достаточно легко не углубляясь но больше подойдет тем кто захочет заниматься практической каббалой да здесь много есть отсылок к ассоциациям к символам к знакам и ну то есть подойдет вот в таком формате ну и иллюстрированный ключ второе это известно да одна из книг уэйта в котором он описывает непосредственно великие арканы причем так поверхностно не упоминая конкретно про малые арканы прямо вот буквально по два-три абзаца но великих хоть как-то упомянул не вот почему потому что мы помним что было был обед о неразглашение да также как он налагался на алистера кроули но вот после разрыва связи алистера кроули и мазерса основа одним из основателей было три ордена золотой зари он по понятным ему причинам и неизвестным другим все-таки разгласил тайну написав некоторые книги вот о том что это за обучение чему обучали в ордене и так далее и конечно же я не могу не упомянуть школу гермополе в которой очень много информации у этих у этого автора есть канал на ютюбе да то есть во первых них есть сайт куда вы можете заглянуть очень много курсов разных связанная с планетарной магией вообще с магией сторон очень много до курс профи нету для новичков есть курс профи где много теории пояснения рассказов то есть я сама приобретала не один курсу у этого автора в этой школе школе гермополь и ее рекомендую то есть вот прям мне нравится да но опять-таки имейте ввиду если вы знаете о моей глубине да и тут то есть если вы не случайный человеку купили этот курс то есть знакомы с моей работой но то в принципе вот как я люблю глубину вот такую же глубину и еще может быть чуть больше дает автор этой школы если вы не готовы к таким глубоким понятиям поиском до что-то там ковыряться в истории разбираться то вам это возможно не подойдет вот в принципе теория да в двух словах я рассказала что будет как сколько занятий будет я не знаю в процессе я нахожусь записи поэтому мне кажется будет достаточно да там больше десяти часов точно мне так кажется как говорится я предполагаю плохо располагает у вас также на ютюбе будет отдельная папочка в которой будет наглядный материал дав наглядные материалы входят непосредственно тексты та информация которая вам будет необходимо то есть это схема древа жизни непосредственно с расположением великих арканах на путях да будет отдельная древа жизни и соответствиями планет знаков зодиака и так далее будет отдельная отдельный текст с буквами еврейского алфавита который я вам расскажу что и как ну в общем вся информация да она будет там поэтому есть два варианта либо вы это все распечатываете и когда я мы будем проходить что-то у вас будет наглядно на руках вы можете высмотреть да так легче будет усваивать информацию либо вы параллельно со мной открываете окошко в это в эту папку да и смотрите ну то есть переходите с ютюба на окошко где будет вся эта информация выбирайте сами для себя как вам удобно а мы с вами приступаем и так эта книжка пока нам не нужно с чего мы начнем ну во первых с понимаешь с понимания что такое каббала да то есть прежде чем я начну это пояснять я скажу что слово раньше каббалой назвали любые мистические знания то есть вы можете услышать например отсылка каббала к санскриту да то есть это тоже были мистические какие-то знания мистические знания касательно каббала например древней греции то есть все что подразумевала мистические знания называлась каббалой в данном случае в данном курсе мы с вами будем рассматривать магическую каббалу которая крутится вокруг древа жизни слово магия пускай вас не пугает поясню мне очень нравится интерпретация и пояснение слова магии кроули который называл магию как искусство наука и искусство час по памяти скажу ногу наука и искусство управляет своим сознанием для реале реализации достижения своего желания примерно так это звучит суть заключалась в том что наука это подразумевает знание что и как делать искусство это творчество это вдохновение это умение это дело то есть практика непосредственно изменять свое сознание то есть в магии мы не занимаемся находясь в том сознании в котором мы находимся с вами сейчас вот разговариваем привычным обычным это всегда про видоизмененное состояние и она нужна для того чтобы реализовать свои желания то есть магия мы не занимаемся просто так когда нам захотелось мы не занимаюсь когда у нас есть конкретная цель и это очень важно то есть если нету какой-то конкретной целью вы не сможете заниматься магии почему потому что вы не будете понимать какого результата вы хотите для чего вам нужно что вы хотите достичь какое свои собственные желания вы хотите реализовать вот поэтому в таком контексте бояться здесь нечего вот что я подразумеваю под слово магии чтобы было понятно и так и вот вся магическая каббала сегодняшнем занятии я расскажу о разных разделениях классификации кабалы да опять таки для общего наглядного понимания что в голове постепенно собирался некий такой каркас то структура на что мы будем навешивать до одевать как то есть так можно сказать каждое знание но начало оно должно быть то есть стержень каркас на должен присутствовать вот и с этим мы с вами сегодня займемся поэтому мы будем заниматься магической кабалы что такое магия рассказала что такое кабала сейчас расскажу и вся эта магическая кабала она вращается вокруг древа жизни исходя из-за этого мы понимаем что мы не будем изучать религиозную кабалу ту который изучает иудеи с помощью раввинов раввины это богословы богослов этот человек который занимается изучением текстов это не священник а это человек который разбирается в текстах который читает понимает и объясняет переводят эти тексты поэтому мы не будем рассматривать религиозную кабалу мы не будем рассматривать научную кабалу если ее так можно назвать как которую представляет собой на лайтманда то что вот вы видите на ютюбе ролики а мы будем рассматривать непосредственно магическую кабалу которая вся крутится и строится вокруг древа жизни это та часть кабалы которые нам интересно то которая нам важна то с которой мы работаем почему мы будем работать с древа жизни с древом жизни почему потому что мы как-то ролики да если вы дорог не важно начинающий продвинутый либо просто вам интересно узнавать какие-то новые знания есть прямая связь это независимая система до древа жизни но я они чуть позже упомяну каким образом она соединяется сторон кто это сделал в каком году с какой целью и так далее так далее но связь есть то есть мы рассматриваем древо жизни даже не как таковое древо жизни а именно в привязке к 2 потому что нас интересует вот эта часть то есть четко конкретно убираем религиозную убираем научную и оставляем непосредственно магическую кабалу и так слово кабала впервые было упомянуто в источниках в 11 веке хотя его происхождение намного раньше до нашей эры даже я про это расскажу в каком стексте и в каком году мы примерно встречаемся но вот именно само слово кабала записанное упоминание слова было в одиннадцатом веке а знания кабалы они были записаны в двенадцатом веке но сама она существовала намного ранее что означает в переводе с иврита слова кабала означает как получение да как принимание либо принятие если правильно сказать и вот в этой книжке до красненькая книжка рига это у израиля регарди он пишет описание на самом деле такая счастлива счастлива потому что свет есть отсюда бьет и я смогу читать потому что если он спереди мне отражает я не вижу вот и так кабала это свод традиционные мудрости предполагающие объяснение великих вопросов происхождения и природы жизни а также эволюции человека и вселенной то есть исходя из этого абзаца мы понимаем что нам передают а некую такую мудрость о том как работает природа как была создана вселенная и непосредственно развитие самого человека во вселенной эволюции этого человека это кабала дальше он пишет слова кабала происходит от древней еврейского корня кабал я не могу произносить на иврите что означает принимать у вас в папочке есть это слово написанное то есть есть отдельный текст документ не знаю как его назвать на котором вы увидите на книжке большими буквами написано на иврите слова кабала иврит мы читаем справа налево когда я буду упоминать о алфавите иврита а я расскажу вам о том что это сложная система написания вы как написано слово кабала сможете посмотреть 4 буквы 4 согласных буквы но для наглядности да можете посмотреть как это написано что означает принимать и так по легенде эта философия является знанием о природе вещей что было впервые передано демиургом демиур греческое слово означает создатель демиургоз избранному сообществу духовно-разумных сущностей очень высокого чина после грехопадения сообщающих эти божественные предписания человечеству среди которого в действительности они сами пребывали воплотить что она хочет здесь сказать о оригарде согласно легенде непосредственно сами ангелы да если как можно назвать высокоразумные существа как их упоминает рекорде передали знание непосредственно человечеству то есть знание о кабале они не были придуманы они не были выдуманы они были переданы и мне это очень напоминает а если вы знакомы с греческой мифологии вот поскольку мне греческий пантеон близок я не знаю скандинавский пантеон либо восточных пантеонов мифологии мне знакомы греческие и не то напоминает известный миф про промесе промете а сразу скажу такую ремарочку да я поскольку многие ну то есть для меня родной из греческий я буду произносить эти названия по-гречески потому что они мне близки если я знаю я буду переводить это на русский поэтому не обращайте пожалуйста внимание я по-русски могу ошибаться в админах да во всех этих словах потому что я их знаю на греческом вот поэтому а по-гречески звучит промесей по-русски наверное прометей если я правильно говорю так вот а передачи знания да когда в в мифе о чем гласит да то есть был прометей взял свет огонь и отдал людям то есть здесь огонь как знак символ знаний и за что он был наказан в принципе да теоретически казалось бы почему боги такие жестокие на почему они его наказали но если немножечко поразмыслить да над этой над этим мифом то в принципе огонь его свойства не только согревающие но она еще и обжигающие да то есть может создаться пожар и это будет во вред это как раз таки а ассоциация знаний да как в интернете да было этот фотография с обезьянкой из с бомбой с оружием в руках да ну то есть человек который не подготовленный его это может разрушить поэтому с любыми знаниями да нужно быть очень аккуратно вот примерно это отсылка у меня почему-то вспомнилась но возвращаясь к регорди да мы понимаем то есть сам непосредственно димур когда создатель передал избранному сообществу духовных духовно разумных сущностей то есть я так предполагаю что это ангелы может быть это были архангелы но однозначно это были разумные существа очень высокого чина после грехопадения которые оказались непосредственно на земле на среди человечества которые в действительности они сами перебывали в оплате то есть они передали эти знания сначала произошло грехопадение а потом они уже передали знания и так кабалу называют также тайная мудрость то о чем я говорил до любые тайные знания назывались раньше кабалой потому что она из устно передавалась от адепта к ученику в тайных свящилищах инициации то есть кабала раньше передавалась устно именно поэтому она появилась достаточно давно но именно упоминание в письменном виде этого слова было в одиннадцатом веке а в двенадцатом она только стала записываться потому что она передавалась устно из уст 100 согласно традиции ни один из аспектов этой доктрины не принимался на веру но становился убедительным лишь после того как выдерживал строгую детальную критику и изучался с помощью тех практических методов которые описаны ниже про методы я сейчас расскажу что он хочет сказать здесь что на самом деле отличие кабалы именно иудейских иудейской религии от возможно какой-то другой но в данном случае допустим не известно только христианская я не владею кораном я не читала не знаю другие религии отличается только тем что если в христианстве любые писания воспринимаются достойно да то есть вот так написано так так мы и воспринимаем информацию то иудейская кабала она подразделяется на несколько уровней один из уровней предполагает что ты можешь изучать кабалу идти и и описание то есть ту мудрость которой даже не написано в писаниях самих как таковых то есть она как будто бы подразумевается да ты к этому приходишь это более такой философский метод не не дословный вот так сказала так она и будет опираясь как раз кино эти писания ты начинаешь размышлять ты начинаешь думать ты начинаешь связывать ты начинаешь медитировать и ты приходишь к инсайтам озарением осознанием даже тем которые не написаны в текстах но они подразумеваются вот в этом в принципе одна из разницы поэтому здесь как раз кири гордей пишет что мы не принимаем на веру то есть недостаточно просто верить это не та религия которая говорит вот так написано значит все мы слепо в этом вере мне здесь наоборот говорится о том что для того чтобы становиться убедительным ну то есть нужно сначала все перепроверить опять-таки отсылка к сократу когда он говорил сомневайся во всем то есть все что в принципе ты знаешь это есть иллюзия и надо все перепроверять надо все ничего не воспринимать за чистую монету пока мы живем в этом теле который изначально уже ограничено нашим разумом нашим сознанием и мы воспринимаем только теми органами которыми владеем и не факт что это есть истина поэтому все нужно перепроверять и как-то знаете самостоятельно убеждаться именно в этом мне кажется и плюс что ты сам приходишь до находишь как то есть какая-то опора на что ты можешь опереться но при этом ты приходишь ко всем знанием самостоятельно вот как выдержал строгую детальную критику и изучался с помощью тех практических методов которые описаны ниже а каких методов нам говорит регарди так секунду страница 46 вот значит два метода два основных метода традиционной эзотерической кабалы то есть есть два слова эзотерическая и экзотерическая с от и реческой это внутри экзо это а внешне с от эрического внутренняя кого-ла это которая изучается в каких-то кругах орденах и экзотерическая это то что доступно каждому если он захочет что-то изучить ну то есть в более открытом доступе и так два основных метода традиционной эзотерической кабалы это медитация йога и практическая кабала магия два метода изучения кабалы под йогой мы подразумеваем строгую систему умственной дисциплины и самодисциплины первичная цель которой абсолютный и полный контроль над мышлением то здесь мы понимаем как раз таки остановка внутреннего диалога когда твоя голова абсолютно пустая и она может воспринимать информацию то есть не оценивает это уже показатель видоизмененного состояния оконечное обретение способности останавливать поток мышления по своей воле то есть не просто так а именно я управляю воля очень важно в магии чтобы то что находится как бы позади над или за пределами разума могло проявиться созданный таким образом неподвижности то есть здесь мы управляем непосредственно своим разумом это одна из наивысших ступеней то есть не просто мы расслабляемся йога не подразумевает расслабление на именно подразумевает опустошение нашего мозга остановление внутреннего диалога я бы сказала более конкретно когда ты выходишь за пределы ну то есть расширяешь рамки своего сознания это один метод до йога это медитация и вторая практическая каббала магия то что мы с вами в принципе и будем изучать я бы сказала два вида одна теоретическая и другая практическая теория и теоретическая когда это что вот я буду с вам рассказывать да все это объясняет я практическая это когда вы уже начинаете практиковать что входит в практическую каббалу в скобках магия для пояснения я тоже расскажу два метода о которых нам рассказал регарди большие также каббалу можно разделить я уже сказала на теоретическую и практическую что нам здесь пишет об этом регарди очень интересная вещь то есть цель теоретической то что мы будем с вами изучать каббалы в отличие от практической касательно данного тезиса тезиса состоит в том чтобы дать исследователю то есть нам возможность осуществить осуществление трех главных вещей первое анализировать каждую идею в терминах древо жизни то есть смотреть на все через призму древо жизни вот как она устроена какие слова какие знаки какие символы то есть на все ты смотришь на все я имею ввиду на мир да и ты смотришь через эту призму второе прослеживать необходимые связи и отношения между всеми классами идей соотнося их с этим образцом для сравнения с одной стороны мы на все смотрим через призму древо жизни второе мы все соотносим то есть смотрим допустим на солнце у нас сразу включается ассоциация древо жизни о это теперь спирати верит до солнца либо где на каком пути у нас находится планета солнце либо мы смотрим например на синий свет синий цвет это у нас юпитер а юпитер это у нас сфера хисет то есть все мы соотносим за древо жизни да то есть знаки мы соотносим с древо жизни а когда мы его еще и понимаем что это значит те слова которые я использовал то мы понимаем глубокий смысл то есть то что люди в принципе хотят научиться смотреть да и считывать знаки но у знаков есть свой это свой язык да то есть у него есть свой смысл него древо жизни нам краски помогает понять этот смысл и в третьих сего с помощью переводить любую неизвестную систему символов на язык любой известный то есть здесь соединение того что мы не знаем например язык цифр до цифр чисел мы тоже можем перевести то есть это и дикнул отдельный язык мы его можем перевести на древо жизни почему потому что на древо жизни расположены 22 великих 22 буквы и вреда а каждая буква и вреда гематрия несет свое свою цифру свое число и таким образом мы переносим те системы которые нам неизвестно сопоставляем с древо жизни то есть первое мы смотрим на все через эту модель потому что древо жизни эта модель эта система это некий ключ второе мы все сопоставляем именно с этим ключом с этой моделью и третье мы разные системы соединяем и видим связь то есть понимая одну систему древо жизни мы сможем понять любую другую потому что мы можем эту модель наложить на неизвестную нам и получить необходимые ключи это теоретическое то что мы будем делать иными словами искусно а искусство пользования нашей картотекой картотека здесь идет отсылка к метафоре который использовал кроули касательно древо жизни он ее назвал как картотека которая есть библиотеке когда ты заходишь на каждую книгу заведена отдельная картотека карточка с описанием что это за книга кто ее автор и таким образом ты можешь пользоваться этой картотека вот здесь вот примерно эта метафора позволяет нам понять общую природу одних вещей существование различия между другими и неизбежная связь их всех это очень важно то есть с одной стороны мы видим это как этот монет когда мы видим одну сторону медали независимую мы видим противоположную сторону медаль то есть у нас есть плюс у нас есть минус мы видим между ними разницу и одновременно мы понимаем что вот эти два полюса являются одной монеткой то есть мы видим и связи и в то же время и различия и независимость то есть например капля она индивидуальная да у нее она монада у нее есть своя структура но как только она попадает в океан она вроде бы и с одной стороны становится несет себе вот эту вот свою молекулу до свою структуру но когда много таких капель которые соединяются воедино они пп получают новую форму до океана то есть ты и себя вроде бы не теряешь на свою уникальность и в то же время являешься частью чего-то большего вот здесь этот смысл то есть единица противоположность и соединение всего со всем причем если ты понимаешь вот это да а мы рассматриваем это в контексте каббалы то мы эти знания все для чего мы их изучаем их переносим на нашу каждодневную жизнь да мы их не просто так изучаем чтобы сказать что мы умны а мы ищем какое-то практическое применение этим знанием для чего они нам нужны мы смотрим на жизнь и мы видим но вот один а вот женщина например да она прекрасно и уникальна сама по себе но есть и мужчина он тоже сам по себе прекрасен они противоположные себе да потому что это противоположный пол но и одновременно они связаны почему потому что у них одна суть душа то есть чего она состоит понимаете вот такие вот сравнения мы находим во всем про это и говорить теоретическое каббала то что мы с вами будем изучать так кроме того и что чрезвычайно важно постигая любую систему мистической философии или религии мы автоматически через соотнесение это этого знания с древом жизни постигая все системы то есть понимая одну систему все системы одинаково созданы да примерно по одному принципу мы можем понять любую систему то есть проще говоря когда ты выучил один язык и ты понимаешь какие у него есть правила то правило примерно в грамматике во всех языках есть ты можешь изучить любой другой язык и чем больше ты языков изучаешь да ты видишь сходство в этих системах различия и познаешь что-то новое вот примерно тот же самый принцип а так что в конечном счете путем своего рода ассоциации безличных и абстрактных идей мы постепенно уравновешиваем всю свою умственную структуру для чего мы это делаем чтобы прийти в голове какой-то структурности и обретаем простое видение называемая сложной вселенной то есть это и есть по сути вселенной ибо написано равновесие основы работы здесь отсылка идет какими так идем дальше то есть мы почитали да что такое практическое что такое теоретическое да каббала философская практической мы придем еще до что есть магия по времени большое будет сегодня занятия но ничего страшного она потому что водное поэтому другие будут покороче и так дальше как же мазер один я уже сказала из основателей ордена золотой зары в своем эссе как он это разделил что он пишет он пишешь то есть как как следует из превосходного водного эссе книги мазерса то есть книгу который сам написал о кабале обычно систематизируется четырьмя разделами практическая каббала который я уже упоминала да то есть магическая имеющая дело с ритуальной магией а туда входят талисманы заклинания и тому подобное теперь вам понятно да частично что такое магическое каббала то есть непосредственно сами уже как они называются талисманы они не просто так делаются вот обереги артефакты это все к магической каббале вот есть определенные правила как это все создается догматическая каббала состоящая из каббалистической литературы к ней мы сейчас придем для что входит в догматическую то есть это письменная каббала который изучает религиозный который изучает иудея непосредственно символическая каббала имеющая дело с использованием букв и чисел это то что я уже упоминала что у каждой буквы есть свое число это гематрия так она называется либо буквенная каббала она тоже очень важно когда мы придумываем какие-то имена нам нужно в практической магической каббале когда мы призываем духов когда мы создаем непосредственно на себе духов помощников когда мы создаем талисманы использование букв и так далее так далее и не писаная каббала которая содержит точные данные о способе организации символических связей на древо жизни то есть не писаная каббала это непосредственно древо жизни понятно значит у нас есть практическая догматическая религиозная символическая это буквенная и ну то есть гематрия и буквенная каббала и не писаная древо жизни мне кажется достаточно понятно дальше это вот в книге дион ферчен дальше говоря о классификации и разделение сейчас закрою чтобы она меня не путала что она здесь пишет дион ферчен касательно не непосредственно упоминание письменный каббал значит древняя мистическая традиция иудеев включала три литературных источника это мы сейчас говорим о письменной каббале о догматичный как я назвал а мазерс это книги закона и пророков известные на как ветхий завет то есть есть письменная каббала это пять книг ветхого завета говорящий о том как создавался мир все его законы правила и так далее вторая книга это талмуд или собраниях комментариев к текстам ветхого завета это устная тире письменная каббала почему устная потому что она передается устно хотя она записанная талмуд эта книга то есть нас есть ветхий завет где вся письменность написано как создавался мир да вот эти все законы свод правил есть книга отдельная талмуд в которой даются пояснения то есть комментарии к тому что написано к пример что вам было понятно есть библия есть комментарии где поясняет каждый вот этот абзац это говорится про это это говорится про то это говорится про 5 10 то есть есть ветхий завет 5 книг и томов есть талмуд пояснения то есть мы его устно говорим да обсуждаем так далее но он записанный хотя он считается устный и третье и третье литературный источник каббалы это каббала или мистическое толкование ветхого завета то есть мистическое то к чему ты приходишь с помощью йоги на то что мы сказали либо магической каббалы как утверждали древние раввины первый из этих источников является телом традиции то есть писание непосредственно это тело 2 то есть пояснение комментарии это ее рациональной душой и третий это вот непосредственно да то что мы с вами изучать к чему вам приходить это бессмертным духом то есть опять мы видим троицу да то есть тело душа и дух люди невежественные могли с пользой читать первые то есть не только письменность там в принципе допустим если это в христианстве это и есть мы изучаем библию но изучаем новый завет и так далее и так далее то есть непосредственно религиозной книги это как ни странно относилась к невежественным да то есть дословно все принимаем просвещенные изучали 2 то есть талмуд не важно было что ты пишешь то есть мы не зубрили да то есть первый уровень когда ты просто зубришь запоминаешь и как обычно переводим это сразу на обычную жизнь да есть очень многие люди которые цитируют мудрые выражения как мне часто пишет до за день сосу ты поймешь чем он заполнен путь начинается под ногами идущего и так далее терпеть не могу таких людей которые просто цитирует при этом не понимает смысл вот но с хоре за высказывание вот этот пример что вам было просто понятно о чем речь идет значит это первые невежественные вторые как здесь написано да это уже просвещенные они изучают 2 то есть комментарии они уже сами стараются понимать о чем тут идет речь они раздумывают философствовать но мудрые сосредоточились на третьем то есть недостаточно просто что-то знать недостаточно что-то понимать а нужно это осознавать нужно сделать это образом жизни нужно мыслить через эту систему вот это называется кстати просветлением на в данном случае нам идет подтверждение хорошо и так мы с вами посмотрели разобрали что есть непосредственно каббала как она делится было упоминание священных писаний до талмуд верху и ветхий завет на теперь мы приходим ближе к нашему времени да теперь мы перейдем может даже еще успею в 1852 год к элифасу леви потому что мы постепенно постепенно будем переходить к в риту я вам расскажу немножко о нем элифас леви кто такой да часто о нем вы возможно слышали если занимаетесь сейчас я найду нужную мне страничку так 44 и 36 вот значит и горди нам дает небольшое пояснение кто такое элифас леви или фас леви это литературный псевдоним альфонса люли луи константа который жил 1810 до 1875 году то есть 65 лет если я не ошибаюсь он считается одним из наиболее значительных авторов писающих о магии и оказавших влияние на так называемое оккультное возрождение в 19 веке есть мнение что это он придумал сам термин оккультизм а его произведения вдохновляли многих писателей в том числе и макгрегора мазер сада я уже упомянул что это был один из основателей ордена золотой зари чем же он был так выдающий этой константа кстати его и уэйт переводил его книги его работы значит элифас леви заход это римско-католический священник обращаю ваше внимание да то есть мы говорим о кабале а тут понимаете ли римско-католические священник не иудей отличавшийся поразительной проницательностью он нам по крайней мере тарологам да известен тем что в 1852 году а бабы опубликовал блестящую книгу где мы обнаруживаем ясные и безошибочные признаки понимания им глубины основы кабалы и того что ее 10 сифирот и 22 буквы еврейского адхо алфавита подходящий фундамент для создания реальной системы философского сравнения и синтеза то есть это тот человек который соединил непосредственно две системы таро и древо жизни в контексте того что на древо жизни расположены 22 буквы еврейского алфавита он соединил таким образом 22 великих арканы и 22 буквы еврейта и одна система очень гармонично вошла в другую систему напомню что они независимые на то есть мы их не путем они просто очень гармонично на на удивление совпали да что не существует принципе совпадение утверждает что он опубликовал эту работу в то время когда разголошение сведений по оккультным вопросам силу различных причин строго возбранялись эзотерической школы которой он принадлежал кстати кардинал принадлежали очень известные и достаточно умные люди это были писатели поэты адвокаты математики то есть достаточно интеллектуальные да люди то есть не глупый то есть то время когда он написал это было все запретно но он смог хотя в следующей книге он был вынужден опровергнуть это но как обычно и бывает то есть теперь мы понимаем кто такой элифас леви почему он нам важен до кого говорится нужно благодарить и вот сейчас мы постепенно с вами переходим открывается папочку с эвритом папочки документа с евритом и что мы видим мы значит видим еврейский алфавит чем он характерен в рите нету гласных букв мы видим 22 буквы многие вы видите написаны дважды а именно 5 букв написано дважды у нас получается 27 хотя вы варите 22 буквы все 22 буквы они согласны но как же понять как может быть язык из состоящий из одних согласны где же у нас классные буквы так вот если вы посмотрите на то как написано слово кабала да там есть отдельный документ одно слово написано я вам как раз подписала как сломка балла вы увидите что под буквами есть определенные точечки есть определенные палочки вот это вот дополнительные символы которые указывают нам как раз таки как правильно произносить это слово то есть как какая гласная может звучать я извиняюсь у меня класс дергается вот как правильно она должна звучать в этом и заключается трудность но мы не будем изучать иврит потому что нам не нужно изучать именно грамматику но название букв она очень важно как я уже озвучила в магической кабале да в практической кабале и так глядя на алфавит я гляжу на свой компьютер на ноутбук вы смотрите у себя в папочке и вы видите значит мы видим 22 буквы каждая буква иврита я уже сказала согласны и вред пишется справа налево те буквы которые написаны дважды до 5 букв это например буква нам кафну до средний столбец вы видите первый столбик это те буквы которые пишутся в начале и в середине правы да такие вот столбец там кафмен мэм нон п это те буквы которые пишутся в конце слов то есть если эти буквы есть до в слове и они пишутся в конце слова они пишутся именно в таком формате и это очень важно потому что конечные буквы да вот эти а у них есть свои числа цифры которые им соответствуют и так что если в еврейском алфавите то есть мы видим буквы мы видим как эти буквы произносятся то есть алиф бет гимель это как мы говорим а б в г они говорят алиф бет гимель далит каждая буква кроме того что имеет свое название она еще и переводится то есть алиф это бык кастрированный бык бет это дом то есть и либо вы пишете дом либо вы пишете это буква бет это одно и тоже и так далее гвоздь меч забор змеи если у вас есть вот это вот колода сейчас я покажу зеркально опять-таки отражение небо и земля если вы видели у меня расклады вот как раз таки автор в этих в этой колоде внизу бук внизу великих арканов да там где подписано верховный жриц и маг и так далее с левой стороны сверху он пишет буквы еврейского алфавита который соответствует великому аркану благодаря алифа сулеви который соединил дальше перевод этой буквы нарисованы например у верховной жрицы сейчас я вам покажу так насколько это будет видно если нет можете в интернете посмотреть эту колоду если вы подписаны на меня в инстаграме у меня был мини обзор то даже меня на ютюбе так где то есть мини обзор этой колоды я показывала рассказывал об этом вот значит у нас верховная жрица вот верховная жрица вот здесь мы видим буквы еврейского алфавита вам сейчас не видно да но найдете посмотрите мой обзор мини обзор я про это карту говорила вот значит вот здесь у нас будет буква перевод этой буквы то есть это гемель она означает верблюд поэтому здесь находится верблюд в аркане силы вы увидите змею потому что она переводится как змея и так далее и так далее всем великим арканом да то есть глядя на алфавит у нас значит есть буквы у нас есть их перевод и у нас есть цифры это нужно для гематрии да то что мы говорили что кое гематрии я не стану вам пояснять можете найти в интернете потому что цель в принципе не стоит рассказывать вам о магической кабале вот а просто для понимания для структурности у каждой буквы есть определенная цифра цифра от единицы до 10 когда заканчивает десятка йод это десятка дальше следующая буква она не идет как во всех алфавитах то есть 11 12 и так далее она начинается десятками то есть кав это 20 ламет это 30 мем это 40 как только дойдет до 90 то есть цади цади это рыболовный крючок он соответствует аркану звезды следующая буква ков она уже идет сотками то есть 100 200 300 и конечные буквы идут так это очень важно таким образом мы в практической в магической кабале можем перепроверять насколько мы правильно написали как упомянула дион ферчу варварские эти имена да то есть не ошиблись ли мы потому что у каждой буквы есть своя свое своя цифра свое число в планетарной магии в соответствии с каждой планеты есть таблица в которой есть соответствие цифр например солнцу соответствует цифра 6 111 666 здесь определенные цифры если мы пишем слово например ангельский чин либо стихийный дух либо архангел который соответствует планеты солнце то в сумме написание букв оно должно дать либо цифру 6 либо 666 либо 111 вот если это так туда мы правильно написали если нет то либо мы неправильно посчитали либо неправильно написали и это важно в практической магии потому что мы призовем не того духа либо мы не получим результат который нам нужен вот для чего практической магии это важно как еще что есть вам сказать об этом алфавите и так каким образом же все-таки льви соединил буквы с великими арканами что сделал мы видим что буква евреи то делится на три категории это буква вот видите да справа mdp что это значит м это значит материнские у нас три буквы материнские это алиф машин материнские буквы нам показывают стихи это три стихи и помним что в книге вот здесь я вам просто не упомянула есть такое такая книга которая называется сефир и цера что это за книга до который изучал кстати лифи и дальше она называется книга формирования это одна из ранних каббалистических текстов существовала в различных устных вариантах примерно сотого года до нашей эры до 200 то есть устно ее передавали представляете сто лет до нашей эры о чем эта книга когда они были унифицированы этот текст описывает формирование вселенной в сопоставление созданием 22 букв древнееврейского алфавита и дальше с путями так вот эта книга говорил о том что из каждой буквы еврейского алфавита было что-то создано например из буквы х было создано созвездие овна если мы посмотрим вот на эту колоду почему она очень просто по моему есть и другая хайдла если я не ошибаюсь колода таро она тоже с буквами еврейского алфавита алхимическая по моему таро так вот а если мы посмотрим сейчас я найду аркан императора вот аркан императора значит смотрите вот здесь аркан императора так да окно правильно здесь кстати отрисовка сзади вот вот насколько видно вот здесь вот окно у него нарисовано и буква которая соответствует этому аркану это буква х х переводится как окно из этой буквы было создано созвездие овна и мы видим чтобы здесь на этом аркане как раз таки императору соответствует созвездие овна поэтому мы видим баранов ну и дальше понимание да то есть опять таки если мы знаем немного астрология что значит овен его уперства его свободолюбия его бесконечное движение вот понимание вот этого нам уже дает описание кто такой император вот почему я говорила насколько важно знать древо жизни и это буква она расположена как раз таки на одном из путей древо жизни что мы с вами будем рассматривать то есть понимание вот этого дает нам понимание вот этого но опять-таки напомню не путайте это разные системы они просто соединяют они друг друга обогащает они друг друга поясняют но это не говорит что это равнозначно не путайте и так а значит а у нас есть три буквы которых я сказала да это алиф мэм и шин они говорят о трех стихиях четвертую подразумеваем потому что мы живем на земле да поэтому у нас алиф у нас говорит за воздух чтобы я еще не соврал его да алиф говорит за воздух мем у нас показывает стихию воды а шин у нас показывает стихию огня а есть у вас папочки отдельное древо жизни серого цвета где нарисовано ну и соответствие вот и непосредственно этих стихий планет и знаков зодиака то есть вы можете посмотреть это значит 37 букв у нас это двойные то есть нас есть материнские двойные буквы и 7 они у нас относятся с семью планетами почему семью потому что плутон уран и нептун они были открыты достаточно позже 7 планет куда входит солнце и луна считаются планетами они используясь в магии и 7 и об этом тоже как пишется в книге сифер сифер я цера это двойные они у нас соответственно значит за 7 планет и у нас есть простые их 12 это как раз ки знаки зодиака ему у нас что получается 3 стихии плюс 7 планет это 10 и 12 знаков зодиака в сумме получается 22 столько сколько у нас великих арканов и что нам это дает нам дает вот эта вот связь говорит о том что в 22 великих арканов соответствии с тем который нам дал или фас леви у нас получается что в 22 арканах описано создание всего мироздания то есть если это стихи из чего создано все вокруг если это планеты их влияние если это созвездие их влияние на нас то в принципе все мироздание созданы из этого и это отрисовано великих арканах ну то есть через символику то что мы говорили да почему важно изучать одну систему ты ее перекладываешь на другую систему данном случае на таро но тебя усваивается с одной стороны таро с другой стороны ты видишь связь этих двух систем до древа жизни и таро и третье ты начинаешь видеть что все совсем взаимосвязано это касательно алфавита больше вам знать из этого ничего не нужно мне кажется на сегодня водное занятие хоть она и есть она была ну достаточно таким обширным информативным для кого-то это может быть уже известная информация для кого-то это в новинку скажу лишь в дополнение что буква иврита если мы говорим о таро например это то используя магическую кабалу данном случае буквы иврита да что мы можем сделать мы можем создать себе духа помощника до 2 который будет нам как раз таки помогать в щитке арканов мы можем создать причем мы не просто придумываем духа до имя там басик солнышко нет есть определенная техника как ты можешь создать с помощью таро и связи бук имя своему духу помощнику определенные есть системы правил как ты это делаешь как он будет выглядеть то есть здесь тоже пояснение почему потому что у каждой буквы мы видим что есть описание вот это вот алиф ну то есть верблюд дверь окно и так далее есть еще сопоставление в книге алистера кроуле 777 непосредственно знаки которые соотносятся с этими буквами это цвета это дополнительные силы и таким образом вы можете создать своего духа к примеру как и например сфинга сфинкс ссори по-русски сфинкс то есть это когда лицо женщины до тела может быть там быка или льва есть я не ошибаюсь и есть еще крылья вот эта символика на не случайно так выглядит то есть все имеется если мы возьмем вот эту символику да и переведем крылья какая-то буква образ человека какая-то буква там тело не помню быка либо льва какая-то буква дата мы получим какое-то определенное имя и получим знание о том кто это представитель да то есть символ вот этого вот рисунка да что это означает интересно это и есть магическая кабала то есть умение соединения символов знаков чисел бук и так далее и так далее для какой-то конкретной цели то есть мы понимаем для чего мы это делаем на не забываем для какой-то конкретной цели чтобы реализовать свои желания то есть мы не просто это все придумал ему не просто это дело у нас есть конкретная цель который мы хотим пить и допустим в практической магии да хотим создать талисман мы его не просто создаем мы должны помним это наука и искусство магия. Это наука и искусство наука. То есть это знание. А искусство, это когда мы берем в руки и начинаем это делать. То есть наука. Талисманы магии. Из какого материала мы создаем? Что у нас? Какой формы будет? В какой день мы это будем делать? В какое время года мы будем делать? В какое время дня мы это делаем? Что мы хотим изобразить? Не просто так. Мы никогда не пишем на талисманах там «Я тебя люблю, хочу любовь, на защиту» или еще что. Мы никогда это не делал есть для этого определенные символы знаки которые изображают для этого используют сигилы сигила это печати есть имя определенные имена которые мы пишем на иврите опять-таки то есть это целая наука и искусство для чего мы создаем амулеты и либо артефакт для того чтобы что-то получить да там для защиты для получения там изобилие так далее так далее вот в этом все нам помогает кабала то есть с одной стороны моя задача по в этом курсе показать такой формат с другой стороны пояснить вы все эти термины которые непонятны но теперь вы сможете уже взять книжку и дальше когда я буду рассказывать о том как создавалась непосредственно древо жизни расскажу про леру лурианскую кабалу кто это был такой лури и в чем его заслуги и так далее вам уже это будет понятно есть вы можете взять книжку и вам эти термины уже будут понятны но плюс ко всему не забывайте что моя задача расширить ваше сознание да то есть дать какой-то в кавычках волшебный пиноп чтобы вы заинтересовались этим возможно вы получите что-то для себя новое и вам будет какая-то польза ну то есть вы вас должен пойти отклик изнутри так в этом занятии я с вами прощаюсь я уже рассказала что будет в следующем занятии да уже непосредственно расскажу как это все создавалось это древо жизни на откуда оно пришло влияние христианство например на создание этого древа жизни и так далее так далее жду вас в следующем занятии пока пока